Какого оружия ученые теперь боятся больше, чем ядерного? Какой уникальный статус будет у супруги французского президента? И почему десятки миллионов американцев сегодня прервут работу? Об этом и не только в нашем обзоре. Нет боевым роботам автономное оружие — новая угроза человечеству. В этом уверены миллионер и изобретатель Илон Маск и еще 115 ведущих специалистов по искусственному интеллекту. Они написали в ООН письмо с призывом запретить разработку технологий для роботов-убийц. Иначе миру грозит третья революция в вооружениях. И сравнивают это с изобретением пороха и ядерного оружия. Первая леди Франции не будет получать зарплату за свою работу. Обязанности и права Бриджит Макрон разъяснили в специальном документе под названием «Хартия прозрачности». Жене президента не полагается собственный офис и деньги на расходы. Зато ее обеспечат двумя ассистентами. В своде правила от Елисейского дворца уточнили, что он касается только супруги Эммануэля Макрона и не распространяется на жен его преемников. 74-летний альпинист в Японии неделю ждал спасателей. Киёки Цуцуи хотел подняться на вершину в Северных Альпах, но оступился и соскользнул с тропы. Восхождение должно было длиться 4 дня, поэтому искать его начали только на пятой. Заметили Цуцуи с вертолета на седьмой день. Выжил дедушка благодаря запасам шоколада, воде из горных ручьев и дождевику. Четыре года молчания. Ровно в полдень знаменитый Биг Бен прозвучал в последний раз. Теперь механизм разберут, четыре циферблата почистят и отреставрируют. Отремонтируют и саму башню. На все уйдет 37 миллионов долларов. Биг Бен отключили, чтобы не оглушать рабочих. Впрочем, по особым случаям он все же будет отбивать время. Например, в новогоднюю ночь. Самое зловонное растение в мире расцвело в Вашингтонском ботсаду. Титан арум в народе известен как трупный цветок. Его запах напоминает смесь тухлых яиц и рыбы. Ведь растения пыляют не пчелы, а мухи. А их можно заманить только таким ароматом. Цветет титан арум раз в пару лет, а его бутон один из самых крупных в мире. Лепестки достигают трех метров в длину. Самое долгое солнечное затмение в истории США происходит в эти минуты. В 14 штатах смотрят, как Луна полностью закрывает солнце. На остальной территории затмение частичное. Первым в темноте оказался Ньюпорт более часа назад. Наиболее продолжительным – 2 минуты 41 секунду. Затмение будет в поселке Маканда, штат Иллинойс. Экономисты подсчитали, чтобы посмотреть необычное явление. Около 87 миллионов человек по всей стране прервут свою работу.